Муж, жена и ребенок гуляют по парку. «Папа, что это за дерево?» — спрашивает сын. «Это дерево, сынок. А как называется эта скульптура?» «Скульптура, мой мальчик». «А что это за птица?» — это птичка. Уставшая от вопросов мать просит мальчика помолчать. «Не мешай ребенку задавать вопросы!» — взрывается отец. «Мальчик должен вырасти знающим!» Двое случайных попутчиков в поезде решили отметить свое знакомство после трех стаканчиков. Они, как водится, заговорили о женщинах. «Ты знаешь, — говорит один из них, — я ни разу не спал со своей женой до свадьбы, а ты...» — второй делает еще один глоток и спокойно отвечает. «Не знаю. А как ее девичья фамилия?» Идет горбатый ночью по кладбищу и слышит из кустов голос. «Мужик, ты горбатый?» — «Да», — отвечает тот, — «я горбатый». «Нет, мужик, ты не горбатый». Приходит мужик домой, смотрит, а горбатый и нет. Позвонил он хромому другу и рассказал ему о чудесах на кладбище. Тот бегом на кладбище идет и слышит голос. «Мужик, ты горбатый?» — «Нет, я не горбатый, я хромой». «Нет, мужик, ты горбатый». Сидят Шерлок Холмс и Ватсон, пьют Наполеон. Ватсон уходит в туалет, возвращается и спрашивает. «Холмс, что у вас со светом в туалете?» Открыл дверь, свет зажегся, закрыл дверь, свет погас. «Я думаю, Ватсон, что вы пописали в холодильнике». Растут рядом мухомор и боровик. Вдалеке ходит грибник. Мухомор говорит боровику, «Ну, голубчик, сейчас он придет, тебя ножичком срежет, а дома зажарит. Это мы еще посмотрим, срежут меня или нет, а ты вот точно ботинком по хлебалу получишь». Теща-зятю, каждый вечер вы рассказываете моему внуку сказки. Не могли бы вы объяснить, почему они все одинаково кончаются? Они жили долго и счастливо, потому что невеста была сиротой. Стюардесса бежит по салону самолета и проверяет, все ли застегнули ремни. А то однажды при посадке кто не пристегнулся, так тех по стенке размазала. «А кто пристегнулся?» спрашивает пассажир, торопливо пристегиваясь. «Ну что вы успокаивает стюардесса? Эти сидели как живые». «У роддома муж встречает жену, нянечка выносит тройню. Это ваши, знаю. Все трое, знаю. И берете их всех? Да, беру. Тогда подержите этих, я за остальными сбегаю». «В отделе кадров номерного завода сотрудники требуются?» «Да. А у вас фамилия на что кончается?» «На Ман. Не пойдет. А на Ич. Тоже. А на Ко. Пойдет». Посетитель выглядывает в коридор, радостно качит. «Коган, заходи!» Едет девушка в автобусе рядом с молодым человеком и очень злит, что парень не обращает на нее внимания. Через некоторое время девушка обращается к нему. «Послушайте, молодой человек, почему бы вам не познакомиться со мной?» «А как вас зовут?» спрашивает смущенная юноша. «Лена. А почему бы вам не спросить, свободно ли я сегодня вече?» «А-а-а! Свободно ли вы сегодня вечером?» «Свободно. А почему бы вам не пригласить меня в кино, например?» «А давайте сходим сегодня со мной в кино. С тобой козья морда? Никогда!» Возьмите Иванович и Петька. Попали на остров, ничего не ели уже несколько дней. Вдруг Петька куда-то ушел, приходит с дичью. «Петька, ты где-то уток достал?» «Разбил на озере. Чем? Бумерангом. А где ты его взял?» «Вон там, возле дерева. Вот что, Петька, если ты еще раз тронешь мои носки...» «На таможне багаж есть? Нет. Валюта есть? Нет. Залезли к нему в карман пиджака, достали мешочек с жемчугом. А это что? Это корм для птичек». «Это корм? Да вот взял, не знаю, будут клевать или нет». «В отделе кадра. Ваша фамилия?» «Рабинович? Нет. Вас не возьмем. Все равно уедете». «И не думаю. Тем более не возьмем. Нам дураки не нужны». Никулин, Вицын и Маргунов решили искупаться в море. Первым прыгает Никулин и тут же выпрыгивает назад с криком «Там акула!». Вторым ныряет Вицын и тоже выпрыгивает с криком «Там акула!». Третьим ныряет в Маргунов, через несколько секунд выпрыгивает акула с криком «Там бегемот!». Никулин, Вицын и Маргунов записываются в боксерскую секцию. Выходит Никулин из кабинета тренера, его спрашивают «Ну что, приняли? Нет». Выходит, Вицын, приняли? Нет. Выходит, Маргунов, приняли? Конечно. Кем? Запасной груши. Пришел мужик в ресторан, позвал официанта и видит, что у него черные-черные руки. Он и спрашивает «Слушай, друг, а почему у тебя такие черные руки?» «Налей, расскажу». Мужик ему налил, официант рассказывает. Прихожу я домой, и вдруг в прихожей вижу два горящих глаза. Вытащил пистолет, выстрелил, зажег свет, вижу черная кошка. Прихожу на следующий день, вижу, горят четыре глаза, выстрелил, зажег свет, две черные кошки. Прихожу на третий день, вижу, горят шесть глаз, выстрелил, зажег свет, три черные кошки. А почему руки-то черные? Да я их просто не мою. В магазине дают ацетон. Толпа токсикоманов осаждает прилавок. Продавщица говорит «Даю только по две бутылки в руки». Один замолился «Мне ящик, ящик мне!» Сказала же «По две бутылки!» И стал покричать «Да-да, ему, может, человеку на свадьбу!» Беседуют три приятельницы. Я предохраняюсь спиралькой, а я презервативом, а я табуреткой. Муж у меня маленького роста и всегда встает на табуретку. Ну и как только он начинает глаза закатывать, я табуретку ногой вышибаю. Перед первой брачной ночью молодая жена признается супругу, что до него она любила двух мужчин и в память о них вытатуировала их портреты у себя на груди. Лицо молодого мужа искажается болью, он просит ее показать, она разделась. Вдруг он начинает безумно хохотать. «Что с тобой?» — обеспокоилась молодая жена. «Нет, ничего. Просто я представил, что когда тебе исполнится 70 лет, как вытянутся их лица?» По дороге на банкету человек развязался галстук. В ресторане проходивший мимо официант предложил «Разрешите завязать вам галстук?» «Ложитесь вот на этот диван». Человек удивился, налег. Его завязали галстук. «Скажите, а почему я должен был лечь на диван?» «Раньше я работал в похоронном бюро». Один пенсионер говорит другому «Записывайся в наш хор, мы там в домино играем, анекдоты рассказываем, выпиваем. А когда же вы поете?» «Когда домой возвращаемся». Летит самолет, вдруг мотор отказал, и самолет начал терять высоту. Пассажиры начали паниковать. В салон заходит стюардесса и говорит «Уважаемые пассажиры, возьмите свои паспорта в зубы и крепко держите их». Один из пассажиров спрашивает «А зачем?» «Стюардесса, чтобы когда мы разобьемся, было легче опознать ваши трупы». Никулин, Витсон и Маргунов собираются залезть в сад за яблоками, и тут видят, стоит сторож с ружьем. Они испугались, но Витсон полез в первый, и когда он лез на дерево, сломал ветку. Сторож, кто там? Витсон – мяу, сторож, а это ты и мурка. Витсон набрал полный мешок яблок и ушел. Полез Никулина, тоже сломал ветку. Сторож, кто там? Никулин – гав, гав. Сторож, а это ты, Бобик. И Никулину тоже повезло. Полез Маргунов, дерево рухнуло. Сторож, кто там? Маргунов – чик-чирик. Американская разведка посылает своего агента узнать, какие военные объекты находятся вокруг Москвы. Его снабдили подробными инструкциями. Агент добрался до Москвы, проголодался, купил кооперативный пирожок и умер. В ЦРУ забеспокоились, спасали второго агента. Тот тоже благополучно добрался до Москвы, вышел на площадь, смешался с толпой, сел в трамвай, там его и задавили. В ЦРУ проанализировали все ошибки прежних резидентов и дали новому агенту самую подробную инструкцию. Пирожков не есть, в общественном транспорте не ездить, передвигаться только в такси. Агент благополучно добрался до Москвы, сел в такси, едет. Шофер спрашивает, где вы ходить будете, мне там, где больше народу. Ну тогда возле виноводочного отдела. Только подвез его к виноводочному. Как подскакивают двое небритых и кричат, вот он, третий. Агент прогусил ампулу в воротнике и упал замертво. Один мужчина приходит к врачу-урологу. Помогите, доктор, я писаю с ночью в кровати, а рядом жена. Доктор советует купить пожарный шланг, нацепить на член конец, вытянуть в окно. На другой день мужчина приходит белый, как полотно. Доктор, у меня такая трагедия, доктор, перепугана, что случилось? Понимаете, доктор, послушался я вашего совета, а жена ночью полезла искать конец и выпала с четырнадцатого этажа. Новый русский купил за несколько миллионов долларов старинный замок в Англии, прилетел в Лондон, и его везут показывать приобретенное поместье. Он приезжает в красивый парк, в центре которого старинный замок, сопровождающий лица, говорят русскому. Вот, сэр, это ваш замок, первая половина семнадцатого века. Какая половина? Я заплатил за весь. Плывет мужик по реке, и вдруг из глубины раздается голос. Мужик, а мужик, что лучше, прибавить два или отнять два? Подумал мужик и говорит, прибавить два. Вылезает на берег и видит, что у него четыре яйца. Перепугался, он побежал к врачу, все рассказал. Мрач, говорит, операция по удалению сложная. Вы попробуйте опять проплыть на том месте, может быть, удастся привести все в норму? Поплыв мужик по реке, и на том же месте голос из глубины. Мужик, а мужик, тебе прибавить четыре или отнять четыре? Одна женщина пришла к медиуму и вызвала дух умершего мужа. Саша, теперь ты счастлив? Да, Таня, очень. Тебе там лучше, чем со мной? Да, Таня, лучше. Ну и как там на небесах? А кто тебе сказал, Таня, что я в раю? Три проститутки разговаривают между собой. Одна, я за полчаса делаю из мужчины импотента. Другая, я за полчаса делаю из импотента мужчину. Третья, да хватит вам девочки ссориться. Я за пять минут кубик Рубика во рту собираю. Богатый новый русский тяжело заболел. Единственное, что вас может спасти, сказал врач, это пересадка мозга. Операция очень дорогая. Деньги не имеют значения, ответил пациент. Есть три мозга на выбор. Один принадлежал профессору, стоит миллион рублей. Другой мозг ученого-конструктора стоит два миллиона. Третий от крупного правительственного чиновника стоит десять миллионов рублей. Я же сказал, что деньги значения не имеют, повторил пациент. Но почему все-таки мозг какого-то бюрократа дороже мозга профессора или конструктора? Потому что он не был в употреблении. У супружеской пары двенадцать детей. Муж приходит после работы уставший, а дома шум, крик, драки. Жена жалуется ему. Видишь, что они вытворяют? И так целый день. Самый заядлый из них — Коля. «Коля?» — удивляется муж. «Оказывается, у нас есть еще и Коля». «Оказывается, у нас есть еще и Коля» Заядлый из них нет.» «Мы ждем где-то, пока, у нас есть еще и Коля». «Мatories».